друзья всем привет меня зовут виталий жогов данное видео будет полезно для тех кто использует dex бирже также тех кто пользуется кошельком metamask либо же trust wallet очень часто вы мне пишите в личку также задаете данный вопрос у меня в telegram чате а именно как ускорить либо же как отменить транзакцию если она зависла в metamask и в сегодняшнем видео я постараюсь вам помочь постараюсь вам рассказать как ускорить транзакцию если к примеру вы переводили криптовалюту с одного кошелька на другой или же как отменить транзакцию если вы делали какую-то покупку на dex бирже и у вас данная транзакция зависла друзья давайте по порядку что нам нужно для начала сделать если вы используете кошелек metamask вам нужно будет включить функцию чтобы вы могли указывать вручную номер вашей транзакции давайте постараюсь вам объяснить о чем идет речь для начала давайте включим эту функцию так нажимаем вот здесь на кружочек дальше нажимаем настройки здесь есть дополнительно после этого нам нужно включить функцию есть вот настроить одноразовый номер транзакции данная функция должна быть у вас включена если вы хотите делать так как я дальше я хотел воспроизвести ситуацию когда зависает транзакция но у меня не получилось у меня все транзакции либо же проходят либо же вообще слишком малая комиссия то есть я вообще не могу ее совершить но не получилось так сделать чтобы она у меня зависла но давайте представим что у меня есть какая-то транзакция которая зависла нам нужно будет для начала узнать под каким номером в нашем кошельке находится данная транзакция как нам это сделать нам нужно будет перейти на сканер то есть есть у нас bsc scan есть ether scan и также есть у нас под полигон scan то есть для каждой сети в котором у нас находится наш кошелек есть грубо говоря можно сказать сканер где мы можем смотреть по блокчейну все транзакции по нашему кошельку и для того чтобы нам отслеживать данные транзакции нам нужно скопировать наш номер кошелька то есть нажимаем здесь копировать в буфер и так как у меня сейчас кошелек metamask находится в сети smart chain то мы переходим на bsc scan и здесь мы вставляем наш кошелек так вставляем и нажимаем поиск и давайте посмотрим к примеру давайте допустим что у меня зависла вот эта транзакция последняя и нам нужно узнать номер под которым она находится у меня в кошельке то есть кликаем и здесь на хэш дальше кликаем вот ну симом то есть показать больше и здесь есть такая надпись нос и вот номер данной транзакции то есть она находится у меня под номером 190 друзья если к примеру эта транзакция у меня в моем случае это просто approve на сайте без папа но если у вас эта транзакция что вы к примеру переводили from вот со своего кошелька ту на к примеру другой свои свой кошелек либо же вы кому-то переводили и вам эта транзакция зависла и вам нужно просто ее ускорить что нам нужно для этого сделать мы нажимаем вот здесь мы это маски снова же отправить дальше мы сюда вводим адрес тот куда мы отправляли но повторюсь еще раз чтобы вы не наделали ошибок только в том случае если вы отправляли кому-то но не на биржу я просто привожу пример и беру кошелек бирже но у вас если эта транзакция будет висеть то у вас будет кошелек тот который вы отправляли то есть куда вы отправляли так копируем данный кошелек дальше заходим снова metamask и вставляем данный кошелек так вставляем дальше мы здесь указываем сумму которую мы либо же переводили ранее либо же мы хотим перевести сейчас то есть ну я укажу там любую дальше здесь мы должны указать цену топлива цену топлива нужно указать больше чем было ранее то есть по стандарту если у нас было пять и у нас транзакция зависла значит это малая цена топлива и нам нужно указать больше как узнать нормальную цену топлива то есть какая она оптимальная здесь есть вот вкладочка мор на сайте bestscan и здесь есть газ трека и вот тут нам показывает какую цену газа нужно указывать для того чтобы транзакция прошла быстрее то есть у нас есть стандарт 5 максималка 10 то есть самая быстрая транзакция ну и fast в среднем она всегда там 78 то есть в нашем случае давайте мы укажем 7 мы указали 7 дальше нажимаем далее и вот здесь вот как раз мы можем указать номер нашей зависшей транзакции так мы возвращаемся и смотрим номер транзакции вот снова клик тусе мор у нас как я уже говорил ранее находится под номером 190 дальше мы вписываем здесь 190 и нажимаем подтвердить все здесь мы как бы увеличили цену газа и данная транзакция наш перевод уже как бы перейдет быстрее ну у меня здесь показывает что я как бы делаю перевод на биржу но этого делать не нужно я просто привожу пример если вы делали перевод кому-то а сейчас давайте мы как бы постараемся воспроизвести ситуацию если у вас транзакция зависла при этом апруве при обмене на какой-либо же бирже мы делаем снова все по сути мы делаем точно так же только есть одно но если здесь мы брали перевод и указывали номер кошелька того куда мы переводили то во втором случае когда мы хотим отменить нашу транзакцию мы копируем наш адрес кошелька вот мы скопировали дальше нажимаем отправить и вставляем уже здесь наш адрес кошелька дальше тут мы принципе можем даже не указывать никакой суммы то есть у нас может быть ноль дальше здесь мы снова же указываем цену топлива нажимаем далее и дальше мы снова же указываем номер нашей зависшие транзакции то есть если вы там я еще раз повторю сделали там обмен на панкейк это без вот пьюни swappi неважно у вас всегда есть номер транзакции там не важно она зависла не зависла всегда есть номер транзакции и они идут по порядку и если у вас не прошла транзакция под номера 190 то сколько бы вы дальше не создавали транзакции у вас ни одна транзакция как бы ну не пройдет и мы указываем здесь снова же номер 190 в предыдущем окне мы указали свой адрес здесь номер зависшей транзакции и нажимаем подтвердить все и после этого у вас отменятся все транзакции сколько бы у вас их не было и вот в этой вкладочке активность ну как бы не будет уже этих зависших транзакции с этим думаю друзья всем понятно дальше второй способ как отменить транзакцию либо ускорить здесь тоже будет кнопочка там отменить либо же ускорить но данный метод не всегда работает но если вы хотите можете попробовать здесь нажать отменить ну просто у вас будет возможно будет и точно так же указать как бы цену в газы но я всегда использую тот способ который я показал ранее дальше друзья еще один способ как отменить все транзакции это вот нажать здесь настройка здесь нажать дополнительно и здесь есть сбросить счет и как бы вы сбросите всю историю счета и с большой вероятностью когда вы будете делать следующую транзакцию то она у вас уже пройдет и у вас в этом окне но у вас если вы сбросите счет вообще не будет здесь никаких транзакций то есть следующее с большой вероятностью у вас пройдет нормально ну и конечно же последний способ это полностью удалить metamask если вот ни один из этих способов не помогает то тогда в таком случае вы вот здесь удаляете metamask из хрома заново его устанавливаете импортируете свою фразу с 12 слов добавляете все кошельки ну то есть сети ну и в таком случае тогда у вас уже будут проходить транзакции друзья данный способ вы можете использовать не только в сети бинанса вы можете вот как у меня есть сеть здесь и полигона и эфириума вы можете точно так же вот брать свой номер кошелька и в сети вот эфириума смотреть все транзакции либо же в сети полигона кошелек всегда вас как бы номер кошелька он одинаковый и просто вы используете вот другие эти сканеры и вот давайте на примере полигона тоже мы можем зайти в хэш и вот click to see more и вот здесь есть нонс 200 то есть данная транзакция была у нас уже под номером 200 ну или же в сети эфира последняя транзакция была под номером ну 2 потому что я сеть эфира по сути никогда не использую друзья я надеюсь что вам поможет данное видео и у вас уже не будет возникать проблем с тем чтобы ускорять либо же отменять транзакции поэтому друзья если данное видео для вас было полезным обязательно подписывайтесь на youtube канал также обязательно ставьте данному видео лайк ну и конечно же не забывайте о том что у меня есть мой телеграм-канал в котором я всегда публикую актуальную информацию куда я инвестирую также показываю какие монеты либо же токены я покупаю поэтому друзья подписывайтесь для того чтобы не пропускать всю эту информацию и всех друзья благодарю за просмотр всем пока до новых видео до новых встреч